До открытия выставки, на которой мы увидим все достижения человечества в области возобновляемой энергетики и передовые технологии, предназначенные для развития зелёной экономики, осталось 9 дней. Настоящий парад зелёных технологий начинается на выставке «Энергия будущего». Вот, к примеру, инновационная система газоочистки от Александра Борисенко. Его уникальная установка предназначена очищать промышленные газы от вредных примесей. Свои первые экспериментальные опыты авторазработки уже поставил на отечественных заводах. Результаты превзошли все ожидания. Казахстанский учёный доказал, что с помощью его изобретения токсичные выбросы можно очистить на 99,5% от пыли, на 97% от окиси углерода и от оксида азота на 85%. Этот проект уникален и действительно, что аналогов в мире нет. Потому что в нашей стране, я думаю, впервые в мире мы создали технологию, которая позволяет очищать любые, я повторяю ещё, любые выбросы в атмосферу. Любые процессы горения и то, что должно уйти в атмосферу, заходят в наш реактор и превращаем всё в химические элементы. Под химическим элементом учёный подразумевает углерод, перерабатывая который, можно получить кокс для выплавки сверхчистых металлов. Неудивительно, что проект одобрил глава государства. А представляя своё изобретение на площадке Экспо, автор разработки получает возможность заявить о себе всей мировой экологической общественности. Эйми Мякеля гостья из Финляндии, страны Тысячи Озёр. Она является организатором финского павильона и отвечает за связи с общественностью. В Казахстане она не первый раз, и её интерес к нашей стране не случайен. Она родилась в приграничном с Россией городке Финляндии. Именно поэтому к истории стран СНГ она не безразлична. И вот теперь Казахстан дарит ей новый опыт, организация и участие во всемирной выставке, которая начинает свою работу в Астане. Для Эми это первое ответственное мероприятие международного масштаба. Я ожидаю, что Экспо для финских компаний станет площадкой новых предложений и возможностей. Событие может способствовать открытию новых видов бизнеса или налаживанию новых отношений с казахстанской стороной. Это также лучшая возможность рассказать о Финляндии, её обществе и о нашем подходе к развитию устойчивой энергии. И это также моя личная цель – отразить ценности Финляндии здесь, в Астане, потому как мы все строим лучшее будущее для всех нас. На Экспо команда Эмма представляет чистые технологии, которые не наносят вреда окружающей среде. Она считает, что столица Казахстана – пример гармоничного города, где сочетаются красивая архитектура, зелёные парки и люди, открытые всему новому. Известная миру страна улыбок Таиланд, как выяснилось, не просто гостеприимная, но и бережливая. Вот почему символом своего павильона они выбрали кукурузу – пхаланг. С одной стороны, она олицетворяет развитый аграрный сектор, а с другой – применение растительных культур в сфере выработки электроэнергии. Вот эти листья в Таиланде служат источником возобновляемой энергии. Для Таиланда кукуруза – это особенное растение. Как вы знаете, её семена могут расти постоянно. Кроме того, части кукурузы, неупотребляемые в пищу, прекрасно используются в производстве. Мы считаем, что именно такая энергетика является спасением для нашей планеты. Ежегодно в Таиланде собирают огромный урожай – 80 миллионов тонн различной сельхозпродукции. И, конечно, остаётся невероятное количество отходов, особенно от зерновых культур. Долгие годы им не могли найти промышленного применения, и они попросту накапливались. Теперь же они служат источником биоэнергии. Хочется верить, что у жизнерадостных тайцев всё получится. Ведь в ближайшие 12 лет они хотят сократить потребление традиционной электроэнергии до 20%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова